Скажите, пожалуйста, какие меры у вас масочного режима соблюдаются? У нас все сотрудники находятся в масках постоянно, весь рабочий день. Носить маски, измерять температуру, использовать антисептики и обеспечивать посетителей средствами защиты – эти правила работники торговых центров соблюдают уже не первый год. И несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, антиковидные ограничения в регионе продолжают действовать. Поэтому в торговых объектах различного формата общественного питания, сферы услуг по-прежнему проходят проверки. Зал весь оборудован антисептиками, антисептики, также проводится санитарная обработка в течение всего дня, кратная двум часам. У сотрудников всех пришедших в магазин проводится два раза в день измерение температуры. В каждом торговом центре посетителей предупреждает охрана, что вход без маски запрещен. Да и сами самарцы правилами безопасности не пренебрегают. Чтобы не заболеть и других предохранять. Мне, как говорится, много лет уже, и я хочу, чтобы все были живы и здоровы. Проверяющие отмечают, что нарушений масочного режима становится все меньше. У нас в 2021 году нашими сотрудниками администрации Советского района было выявлено 656 нарушений масочного режима. За три месяца 2022 года было выявлено 136 факторов. Напомним, все материалы по выявленным нарушениям аккумулируются во временном координационно-распределительном центре Самарской области. На основании предоставленных материалов специалисты центра составляют протоколы. Далее направляют их в суд для принятия решений. За невыполнение правил поведения юридическому лицу грозит административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф в гораздо большем размере от 500 тысяч до миллиона. Или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В прошлом году только в Советском районе Самары сумма штрафов составила 2 миллиона рублей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.